хотел быстро постучать потом думаю уже так стучал а ну так знаешь так вяленько такого полувялого дал здрасте всем ребят всем привет с вами как всегда лёха hard play а это значит то что ближайшие минут 30 хорошее настроение как всегда разоблачение всяких ужастиков ну а в этом нам поможет как всегда контентом наш дорогой зомби чес который стабильно выкладывает ролики радует нас все новым и новым контентом который мы пока нам почти все мы там с тобой разбираемся там сидим следствие ведут колобки да поэтому усаживайтесь поудобнее чай кофе хорошего настроения почаще улыбайтесь спасибо кто подписывается на наш телеграм не пропускает стрима ставит лайки и подписываться на канал с колокольчиком спасибо 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 артой сад точка рода нашли не одежда в каждый идет что-то для себя также на нашем сайте помимо одежды присутствуют еще другие классные фиговины такие как кружки пледы и морковки вам ничего не напоминает а если вдруг товар закончился его нет наличия можете оформить при заказ причем практически с любым размером к слову лёха постарался сделать как можно более качественный товар при этом максимально снизив стоимость как же цена равно качество может с вами проверить опа 20 мая 2023 года пара медсестер и медбрат входят в отделение больницы в которой многие боятся входить в одиночку далее с ними происходят жуткие вещи отделение этой больницы очень старое помещение отделение неотложной помощи и она заброшена здесь скончалось много людей включая детей работники больницы утверждают что на этаже обитает призраки однажды ночью группа медсестер и с медбратом работающих в ночную смену решает посетить этаж для развлечения однако они не знали что произойдет что-то довольно ужасающие следующие кадры пугают смотрите до конца однако это хаунтед эр хаунтед эр Слушай, хочу заметить то, что очень неплохой Такой, да, неплохие кадры для такого, да, как будто какой-то хоррор-фильм, да Ну, такой малобюджетный трешачок, но так затягивает, да, так интересно, да, что-то есть Чисто такой малобюджетный этот Так я люблю Искатели могил, да Это просто маленький тренинг Ах, это тренинг, да, да Это так, но еще длинно Смотри Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень похоже на настоящую реакцию слишком похоже что посуда столько не мытой поэтому и домовой балуется что это такое что такое а я не слышу посуду надо мыть что это такое срач я понимаю бы мужик нормальный под пива сжил ну что это такое дыхание не наиграны нет ее трясет все это вряд ли слишком правдоподобно я под обосрался бы знатно все начинает дома само по себе двигаться свет на кухне включается и выключается зайдя на кухню вам аху и ничего не обнаруживает все шкафчики открыты она в ужасе поворачивается как вдруг слышит как один из шкафчиков захлопывается и свет гаснет можно увидеть странную темную фигуру смотрящую на нее из дверного проема парень по имени абил поделился фейсбук странными перед мучила только одно что она сразу не убежала реакция была бы молниеносная она бы точно бы не стала стоять хотя могло человека есть такой он не феномен он типа люди по-разному я вам говорил реагируют кто-то может сразу убежать кто-то может застыть ну то есть от страха человек просто может как парализовать его он может застыть он захочет убежать а он и все она вдохнула и все и больше она ничего не может говорить может быть такое то есть это тоже имейте ввиду не все убегают люди то есть есть такие моменты когда прямо ну типа и все и и такой знаешь ступор такая по кома да да как олень на камаз просто взял стал и все и слюна капает да это не помню как называется шок как какой-то шок пара папа не помню аналептический какой-то как какой-то там шок вот так что как-то так и желаниями направив камеру на кресло что название мал таинственное привидение женщины через три недели записи зеркала каждый день он наконец-то захватил что-то действительно пугающее сознание кто спрашивает сознание в комментариях еще помню почему сознание типа теряют люди он может вдохнуть ритм сердца ритм сердца сбивается дыхание недостаток кислорода человек баха упал то есть это потеря сознания вот из-за этого происходит то есть он сдавливается грудная клетка он и все и она раз она вдохнула и выдохнуть не может просто потом пах все так что вот 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 как-то от этого от недостаток кислорода просто так что имейте ввиду будьте аккуратнее с этим чтобы ты сделал в такой ситуации я был в такой ситуации я говорил и я бежал бежал панический ужас допустим у меня был панический ужас это когда ты не контролируешь свое тело эмоции у тебя память полностью она отключается ты примерно помнишь такими как урывками то есть что происходило вот у меня такое было конкретно у меня у ребят кто в тот момент находился рядом со мной как то так ну стремная тема стремный и придурочный смех сразу придурочный смех абсолютно придурочный неадекватный смех который всех накрыл вообще то есть прям чисто дальше такой все все как бы понимают что произошло и при этом никто не понимает как это объяснить понимают последствия то что блять придется очень много потом бумажек писать и объяснять что произошло давно как то так нет это не в блогерской нет 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 это не лес это связано было со службой а поэтому эту тему поднимать не хочу но то что я это испытывал это да это был может быть четырем людям одновременно что-то показалось конечно это здорово но под вопросом смех и слезы до истерика истерическая реакция верх не показывает цепочку могут дергать а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вам не показалось здесь кое-что еще странным? В отражении вы можете видеть, что за... Вот это что? Что это? И он на это не сакцентировал, внимание. Что это такое вот здесь? Еще раз Любопытное видео разошлось по социальным сетям, заставляя зрителей... Там по идее зажим, да, должен быть... Вот у меня на камере в этом месте находится эта крутилка, чтобы, ну, поворачив... Поворотная крутилка, да... Или это просто тщательно продуманное видео... Кадры с камеры видеонаблюдения, снятые 1 мая 2023 года, Жуткие кадры показывают ночной городской пейзаж, когда внезапно тишину нарушает и громкий хлопок... Яркая красная вспышка заполняет небо, оставляя за собой светящийся красный след. Вспышка сопровождается жутким звуком. Если посмотреть внимательнее, можно заметить... Терминатор на земле явился. ...то, что кажется парящими огнями в ночном небе. Тревожное событие побудило многих назвать это наблюдение НЛО. Вот они. Якобы инопланетный корабль... После катки в доту, да, после того, как полтора часа играл, у кого-то пукан бомбанул дома. ...выстрелил из какого-то оружия. Скептики утверждают, что это профессиональный монтаж видео. Официальные СМИ это явление не обсуждают, что и вызывает сомнения в реальности произошедшего. Автор видео по имени Марк утверждает, что он столкнулся с паранормальным у себя дома. В этом видео Марк объясняет, что он был дома на втором этаже, когда на него напала эта сущность и сильно ударила по лицу. Автор включает запись видео на телефон. Чего? Хе-хе-хе-хе. Ля какой мохнатый. Блять, страшно. Не понял. Ха-ха-ха-ха. Ты чё туда залез? Дурочок, улезай давай. Ты чё там делаешь? Смотри, смотри. Везде на тебя отсылки, прикинь. Ха-ха-ха-ха. Ля. Пожалуйста. Ха-ха-ха. Не, ну год ваш. Конечно, сейчас везде вы будете. Хе-хе. Хе-хе-хе. Ну кто там? Свет включи, дурак. А? А чё у него всё везде выключено? Блять, можно ещё криповие картины повесить? Это ветер. Кто бы не очканул, поставь лайк. Вот кто бы вот так вот соло бы вот взял сейчас вот так вот и не очканул. Да. Какой, знаешь, такой звук в темноте. С подливкой такой. Хе-хе. Какое? Блин, всё-таки страшное видео, хорош! Блять, хорош пугать! Толчком, что ли, кто-то играет? Марк отступает обратно наверх. Точно в то же время, камера, которую он установил в своём подвале, записывает что-то действительно странное. Блять, можно ещё криповие дома? Вы чё с ума сошли? Вы как там живёте? Никто не знал? А я Бэтмен! И пролетел. Хе-хе. Как, блин, как увидел? Как чёрный плащ. Ну-ка, от винта. Хе-хе. Жуткий, тёмный, призрачный объект быстро пролетает над камерой. Что это было? Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Когда дело доходит до видео, запечатлённых при помощи радио? Я один вспомнил этот. Какого? Хе-хе. Когда она на кровати-то лежала, два священника зашли. Святой отец. Ну нахер. Хе-хе. Нет, ну ты видел, ты видел. Хе-хе. Хе-хе. В общем. Хе-хе. В пародии, блять. И у нянь, особенно когда те фиксируют паранормальное, все они по своей специфике становятся невероятно жуткими. Уитни, мать двоих детей, чей отец трагически погиб 2022 года, после травмы головного мозга, спустя три месяца после рождения их второго ребёнка. Уитни смотрит на радионяню, когда видит таинственный свет на голове своего ребёнка. Сначала она думает, что этот свет был просто отражением на экране. Ага. Но когда её ребёнок изменил положение на кроватьке, свет всё ещё был там. Она не могла не думать, что этот шар на самом... Ну батя пришёл, чё? Батёк пришёл. Я верю в это. В самом деле был её мужем. Поскольку казалось, что этот объект гладит ребёнка по голове. Присмотритесь. Ну пришёл отец, ну чё? Соскучился. Я бы даже заходить не стал, на самом деле, в такой момент. Жуткое видео вызвало интриги и споры среди зрителей, поскольку оно показывает, как охранник взаимодействует с невидимыми детьми в больнице. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как охранник идёт по коридору. Смотрите, что происходит дальше. Воздушные шары, устрашающие, следуют за охранником по коридору. Казалось бы, без какой-либо помощи. По словам охранника, он увидел двух детей, сидящих в коридоре. И даже перекинулся с ними несколькими словами, прежде чем отдать им воздушные шары и продолжить путь. Однако, когда коллега просмотрел отснятый материал и связался с охранником по рации, они оба были сбиты с толку необъяснимым событием. Охранник утверждает, что видел детей с шариками и общался с ними. Неужели это реальное появление детей-призраков? Что думаете? Я знаю, что ты дрожь. Не дрожь. Джорджи! Поздно вечером Мануэль и его дочь Алексия снаружи их дома заметили что-то очень странное. На улице прямо перед их домом призрачный кот. Опять призрачный, призрачный, блять, кот шёл. 2154 год и опять, блять, камера любимая. Призрачный кот. Сука, вы можете, нет, на нормальную камеру снимать? Сколько можно, блять? Да, вот прям взяли и вышли. Вот отец с дочерью вышли посмотреть ночью на улицу, как там сидит, блять, призрачный кот. С камерой 144. О, мой бог! Хорошо, поднимай. Это так странно! Это так странно выглядеть. Сзади лапы на плечо. Хер шусть стеной на второе. Что, зачем котику в глаза светить? Ну сидит он и сидит, что он тебе мешает, что ли? Призрачный, призрачный. С камерой 144. Мануэль и его дочь замечают кошку, сидящую в очень опасном месте, прямо посреди улицы. Когда машины проезжают, не объяснимо, кошка просто, кажется, исчезает в воздухе. Мануэль и его дочь в шоке от того, что они видят. Автор вытаскивает свой телефон и решает записать жуткое явление. Что думаете об этом явлении? Автор видео по имени Крис показал нам причудливое видео, которое его сестра сняла в доме их бабушки. Крис утверждает, что его бабушка часто жаловалась, что в ее доме живут призраки двух детей. Маленькая девочка и мальчик. Но оказался совершенно другой призрак. Смотрим. Предметы в этом доме очень часто движутся сами по себе. Вот на днях девушку разбудил странный звук. Она включила камеру и вот что происходит дальше. Вы видели это? По какой-то причине маленькая овальная фоторамка мягко покачивается вперед и назад. Но если еще внимательнее присмотреться, можно заметить пугающее отражение. Лицо человека с бородой. И кажется, у него нет глаз. Итак, может ли... Че, как дела там опять с камерой? М? М? И быть это таинственный дух старика, которого боятся дети-призраки. Или это просто оптическая иллюзия? Это, говорит, короче, в этом доме живет семья. А, говорит, представляешь, короче, короче, блядь, семья, их преследует два призрака ребенка. Но за детьми-призраками, блядь, ночью охотится дед-призрак, который появляется, блядь, в фоторамке с большой белой бородой и с полыми глазами. Представляешь, блядь? Ты какая дурка, блядь? А? Пишите ваше предположение в комментариях под видео. Ох, блядь. Если вы досмотрели видео до этого момента, то явно вам понравился этот материал. Хороший, да. А значит, ставим лайк. Не забывайте. Роднулечка мой поставил лайк, очень хороший все. Все проверил, все подписано, все везде. Ссылку оставлю внизу в описании. Очень хороший ролик, очень хороший. Страшный, блядь, страшный, страшный, очень страшный. Это важно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ссылка на оформление спонсорской подписки на... Короче, все ссылки внизу в описании, полезные. Подписывайтесь там везде. Спасибо всем за внимание. До свидания, блядь.